На связи с жителями Брестской области сегодня был помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич. Звонки принимал на протяжении трех часов, можно сказать, беспрерывно. Интенсивность звонков была очень высокая. Всего поступило 21 обращение. Традиционно лидируют вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Привычные, но мелких и тем более чужих ситуаций не бывает. Ведь иногда за рядовым случаем скрывается серьезная проблема, которую нужно изучить детально. Мы сегодня услышали вопросы, связанные с благоустройством. Очень приятно, что у людей очень хорошая такая жизненная позиция. Люди переживают за то место, где они проживают, их среда обитания. И надо признать, что люди сами тоже активно участвуют и в наведении порядка. Но есть вопросы, которые требуют внимания со стороны жилищно-коммунального хозяйства. И сегодня, обсуждая эти проблемы, мы видим понимание абсолютное. Где-то, может быть, что-то упускается в общем масштабе. Но люди подсказывают. И надо очень хорошо и правильно реагировать на эти подсказки и своевременно принимать решения. Сегодня по всем практическим вопросам, которые озвучали, они не надуманные вопросы, не объективные. Мы нашли понимание и решение этих проблем в краткосрочной или же благосрочной перспективе. Поступали вопросы со всей области. Из Ивацевичей мужчина благодарил за восстановленное освещение, взят на контроль вопрос из Столинского района. Житель поделился сложившейся ситуацией о том, что его соседями не выполняются конкретные предписания служб. Из Лунинецкого района позвонил мужчина и сообщил о фактах браконьерства. Звонок в инспекцию охраны животного и растительного мира не заставил себя долго ждать. Протекает по деревне речка, с его слов, где занимаются браконьерством, скажем так, электроудочки и идет истребление рыбы в данной реке. Поэтому посмотрите внимательно на данный вопрос. Также вопросы поступали из Бреста. Обратилась женщина, проживающая на улице Октябрьская и возле станции Брест-Полесский. Жаловалась на слаборазвитое транспортное сообщение и плохую инфраструктуру вблизи станции. Задачу внимательно и в комплексе изучить положение дел, также исправить ситуацию, что помощник президента по Брестской области направил в городской исполком. Считаю, правильно поднимают вопросы, связанные с инфраструктурой той территории, которая находится вблизи нашего железнодорожного вокзала. Что я имею в виду? Раньше на перроне был киоск, где люди могли купить самое необходимое в дорогу. Вода, сок, другие какие-то совершенно несложные продукты питания. Был буфет внутри самого вокзала, магазин был вблизи. Сейчас ничего нет. Люди ходят, со слов Людмилы Константиновны, ходят по домам и просят воды. Проблема же существует. Надо изучить внимательно. И то, что мы должны хотя бы в минимальном ассортименте предложить людям, мы должны это сделать. Тоже транспортное сообщение. Очень сложно доехать до Брестполевского вокзала, потому что транспорт ходит нерегулярно. Маршрутные такси тоже туда особо не заезжают. Не готов опровергнуть или же подтвердить, но надо в комплексе изучить данную ситуацию. Прямые телефонные линии позволяют рассмотреть широкий круг вопросов и изучить срез мнений людей для последующего совершенствования работы различных служб и ведомств. Вопросы, звучащие по ту сторону трубки, подконтрольны и в абсолютном большинстве выполнимы. Мы понимаем, что на уровне каждого региона должна быть четкая программа и согласно данной программе нужно действовать. О всех наших планах нужно информировать людей, чтобы люди понимали, что в этом году проводятся работы по тем или иным населенным пунктам и по дорогам. А следующий год будет ознаменован тем, что эти работы будут проведены по следующему нашему населенному пункту. И тогда у людей возникает меньше вопросов, возникает меньше проблем. Люди информированы и четко представляют и понимают, когда же все-таки те или иные ремонтные работы подойдут к их населенному пункту.